всем привет на канале удачман сегодня мы с вами продолжаем тему начатую и продолженную мной во многих видео выпусках у нас на канале тема украинских беженцев и их поведение здесь германии я решил опять вернуться к этой теме и вот почему гуляя в городском парке с собакой после окончания богослужения в русской православной церкви вышел оттуда один украинский священник здесь живет буквально недавно примерно около года и увидев меня поздоровались он сказал ты знаешь хотя случайно попал на ю тубе на одно из твоих видео где ты говоришь о том что вот украинские беженцы себя здесь вот так вот некрасиво ведут мол зачем ты вот так вот говоришь о них негативно но ведь не все ж такие но я ему в ответ не в оправдание в ответ сказал следующее если ты заметил то я говорю конкретно о персонах вызывающих негативное настроение вообще среди людей не обо всех беженцах потому что если бы я обобщал то я сказал абсолютно все такие нет я говорю конкретно о тех кто ведет себя именно по-свински скажем так ведь в любом месте в любом обществе в первую очередь бросается в глаза поведение каких-то индивидуумов которые пытаются привлечь к себе внимание или пытаются унизить ту страну которая скажем так с распростертыми руками протянула им руку помощи помогла в тяжелый момент жизни но эти люди почему-то ведут себя несколько скажем так не культурно и я ему привел пример вот смотри какое видео ты видел ну там где говорит вот это вот украинская беженка это неизвестно может быть она даже не украинка может быть она какой-то троллили еще кто-то написала что вся германия это дно и так далее ну посмотри получается что многие приехавшие сюда до сих пор сидящие вот уже два с лишним года сидящие на социале не желающие нигде работать хвастаются своими вот этими ухищрениями своей хитростью открыто в инстаграме на тик токе на ю тубе и их говорю слушают и причем набирают говорю много подписчиков тем что сообщают различные скажем так секреты в кавычках как обмануть социальную систему германии как обмануть бюрократическую систему германии как вообще сделать так чтобы немцы на тебя работали но получается так ведь если кто-то сидит на социале и за него платит государство за квартиру получается что государство работает для этого человека но сам человек живя здесь или неважно немец это русский украинец или молдаванин белорус узбек неважно кто будь то турок или албанец он не сможет жить но нормальный не сможет долго сидеть просто так на социале сложа руки в какой-то момент в нем за взыграет совесть и он начнет искать себе работу я так я просто придерживаюсь именно таких вот взглядов таких вот правил в жизни он говорит ну как тебе сказать вот ты сказал что вот она говорит о том что германия дно что обращаются с украинскими беженками плохо что лучше ехать в голландию в голландии говорит намного лучше и а разве не так посмотри говорю сколько приехало сюда вот украинских беженцев уже почти полтора миллиона и число их растет постоянно многие из них видят такие видео выпуске как вот от этой вот дамы на тик-токе или в инстаграме делают свои выводы они не хотят нигде работать потому что думаю то почему если она не работает то почему должен это делать я скажем так вот и вот посмотри еще раз говорю у меня был видео выпуск на канале в котором я рассказывал о том что украинские беженки сидели у нас во дворе между домами на лавочке в один вечер лузгали семечки и накидали целую гору шелухи около этих лавочек при учете того что около каждой лавочке у нас стоит мусорная урна ну собери ты свои лужпайки грубо говоря и выкинь их в мусорку говорю нет они этого не сделали и на следующее утро когда я вышел с собакой погулять то около одной из этих лавочек я увидел целую гору этой семечковой шелухи он говорит ну да это конечно некрасиво говорит это без культуре вот именно о таких людях я и говорю но говорю вот тебе еще один пример у нас говорю именно в нашем районе вот у наших домов уборщики вот эти дворники проходят только раз в неделю потому что там в принципе убирать нечего у нас чисто но вот это вот шелуха могла бы говорю лежать целую неделю однако на следующий день после того когда вышло мое видео о том как вот это вот шелуха там валяется ты говорю не поверишь и я не хочу сказать что именно эти женщины вышли а может быть и нет может быть кто-то другой может быть это их дети но судя по всему говорю они тоже увидели этот видео выпуск говорю вот тебе пример того как люди себя ведут после того когда им указывают на их скажем так некорректное или некультурное поведение то есть от этой семечковой шелухи не осталось и следа эту шелуху убрали говорит то есть получается что в этих домах где живем мы живут вот эти вот женщины и они сто процентов говорю увидели этот видео выпуск в котором я говорил о том что они сидели на лавочке я же говорю не называл имена я сказал что сидели на лавочке лузгали семечки и вот так вот шелуху бросали под себя ну комментариев было достаточно под тем видео но факт остается фактом у этих людей которые убрали за собой потом через день пускай через день но не убрали за собой все это семечковую шелуху ну все-таки совесть еще есть в отличие от тех кто до сих пор бегает по этим ящикам вот этим вот каритасным но каритас это каритативная организация как я вам уже говорил занимается благотворительностью помощью различным слоям населения допустим или денежная помощь или вещевая помощь или предоставляют допустим каких-то переводчиков или психологов если вдруг возникают какие-то проблемы в социальной сфере у этого человека и естественно вот мы эти контейнеры для сбора старой одежды и старой обуви называем образно каритасные потому что большая часть этих контейнеров относятся именно к этой организации под названием каритас я говорю это же все-таки не немцы деребанят эти контейнеры каритасные это же говорю именно ваши граждане которые приехали сюда в германию жить бомбят эти каритасные ящики так что их стало в каждом городе намного меньше то есть говорю если раньше у нас в каждом квартале было по несколько точек с этими контейнерами где можно было спокойно выбросить старую одежду которая тебе уже не нужна сегодня уже этих ящиков можно сказать днем с огнем не то есть если город допустим на 200 тысяч то в этом городе будет стоять всего-навсего 20 или 40 таких контейнеров раньше в городе на 200 тысяч стояло таких контейнеров около сотни говорю почувствую разницу ну человек мне сказал что все-таки ты знаешь с одной стороны вроде бы некорректно вот так вот подымать наверх показывать наружу вот все вот эти недостатки людей приехавших из страны где сейчас идет война многие ведь хотят это работать многие ведь хотят интегрироваться в эту жизнь и это некоторых есть говорит взгляды на будущее для того чтобы остаться в этой стране если такая возможность будет у нас вот получился с ним такой небольшой разговор это был не спор это был обмен мнениями и в отличие от тех комментариях комментаторов которые приходят на канал и под именно видео в которых я говорю об украинских беженцах как они себя здесь ведут как многие из них пытаются обманывать бюрократическую социальную систему германии комментаторы эти высказываются довольно таки негативно пытаться тут же переходить на личности оскорбляют унижают и тем самым они показывают культуру своего воспитания культуру поведения с этим же человеком у нас получился довольно таки нормальный спокойный разговор он высказал свое я высказал свое но получилось в конечном итоге то что этот человек остался при своем мнении в том что мол таких людей как вот допустим то беженка или другая которая написала мне тогда под одним из видео что германия это вообще ничто и мы все здесь не люди а просто-напросто обслуживающий персонал он сказал таких людей очень мало их действительно мало так зачем же поднимать на общее рассмотрение именно поведение этих людей я говорю потому что именно такие люди откладывают негативный скажем так негативный осадок в общем количестве всего населения которое переехала допустим из украины сюда в германию я не спорю что допустим этих людей может на полтора с лишним миллиона оказаться ну пускай 10 20 грубо говоря возьмем 100 тысяч этих людей которые действительно негативно отзываются о германии 100 тысяч это скажем так 1 15 часть всего количества населения которые живет здесь в германии из украинского населения я имею ввиду опять-таки дети в школах между прочим дети в школах и это не не обман это действительно правда украинские дети в школах разговаривают между собой в основном все только на русском языке перемежая каждое слово матом то есть они не матерятся они разговаривают матом друг с другом и это считают они в порядке вещей когда в школах только начали формировать украинские классы их собирали все будь то пятиклассники шестиклассники или восьмиклассники их всех формировали в один класс для того чтобы они вникли в первую очередь в немецкую систему образования чтобы они привыкли к немецкой школе с ними ежедневно проводили занятия на немецком языке но естественно пригласили учителей которые знают украинский язык для того чтобы они им преподавали общую программу школы допустим математику литературу историю к примеру так вот очень многие из них не хотели учиться они когда слышали что женщина разговаривать с ними не на украинском она русском языке они бросались в нее учебниками и кричали вали вон отсюда расшистка я понимаю с одной стороны этих детей потому что у них психологическая травма россия напала на украину но с другой стороны ребятушки вы приехали все в другую страну и в этой стране другие порядки другие законы и здесь живут люди которые не имеют к россии никакого отношения мы не будем сейчас затрагивать тех кто бегает с российскими флагами и кричит что россия сам в германии бегает с российскими флагами и кричит что россия самая лучшая в мире страна к таким людям у меня один прямой вопрос что вы забыли о германии если вы говорите что россия самая лучшая в мире страна они же сейчас готовы всех принимать выдают всем гражданство пожалуйста никто вас здесь не держит но однако когда вам задаешь такой вопрос вы тут же все отвечаете что о чем мы там забыли мы оттуда выехали не для того чтобы туда обратно возвращаться там социальное страховая социального страхования для людей никакого нет там а уровень жизни отстой так если там уровень жизни отстой что же вы здесь бегаете с российскими флагами и кричите россия самая лучшая в мире страна точно также можно сказать и другой республики к примеру взять допустим флаг молдавии и бегать с этим флагом по улицам и кричать что молдавия самая лучшая в мире страна естественно на тебя посмотрят сказать ну хорошо а что ты делаешь здесь или ты хочешь нам доказать что германия хуже или как все это выглядит достаточно так примитивно и несуразно по сравнению с тем что происходит на самом деле вокруг нас и когда вот эти вот дети в школах украинские бросались учебниками посылали на три буквы учительниц или учителей которые пытались с ними разговаривать на украинском или на русском языке конечно создается впечатление о том что блин ну кто же ты сюда приехал к елки-палки кто же ты сюда приехал если они себя так ведут я вот это вот все рассказывал вот этому человеку который вышел из церкви мы с ним разговаривали и вы знаете как сказать человек поначалу вроде бы он был настроен на то чтобы протолкнуть именно свое мнение чтобы я с этим мнением согласился но стой горой доказать контроверсных доказательств скажем так который я ему привел в нашем разговоре он уже ничего не смог сделать прекрасно понимает что до таких людей как вот это вот украинка или другая или может быть она же не украинка может быть специально был куда тролль чтобы разжечь межнациональную родину я не знаю я с этими людьми которые пишут комментарии под видео под видео у нас на канале и не знаком но может дело в том что вот этих вот людей как та женщина или мужчина или кто угодно их действительно мало но они как плесень всегда лезут наружу портя собой общее впечатление общее общие скажем так взгляды о той прослойке населения которая приехала сюда жить и в заключении видео я просто хотел бы вам еще раз сказать о том что да многие мне говорят почему ты говоришь только об украинцах почему ты не говоришь ничего исламских мигрантах и так далее я уже много раз под разными видео писал и приводил ссылки тех видео выпусках которых я рассказываю о мусульманских мигрантах об исламистах которые здесь бесчинствуют которые бегают люди людей режут или насилуют или убивают обратитесь к этим видео выпуском и посмотрите у нас на канале не обсуждается только одна украинская часть у нас на канале обширная сфера обсуждения разные вопросы как политика миграционная политика тема беженцев неважно украинские марокканские тунисские афганские или еще какие мы здесь на канале обсуждаем все насущные темы все то что действительно вызывает интерес не только у меня но может вызвать интерес и у вас потому что вы же не даром просто так приходите на канал смотрите видео и подписывайтесь правильно поэтому в заключении вот как я сказал хотел бы обратиться именно к тем кто попытается действительно вызвать скажем так свару срач здесь на канале эти люди тут же отправляются в бан один украине один украинец мне написал что мол нельзя по одно но он написал на украинском языке слава богу я умею читать украинский язык правда разговариваю ни шатка ни валка на украинском но прочесть и понять что написано я могу это да и вот он написал нельзя только по одной вот такой вот персоне судить обо всех украинцах возвращаясь немножечко назад говорю я не сужу только по одной персоне я осуждаю именно этих персон которые накладывают негативный отпечаток абсолютно на всех тех людей которые живя здесь кто год кто полтора кто два года уже работают уже работают и стараются действительно влиться в жизнь этой страны в которую они приехали вдумайтесь в это надеюсь что в этом видео у вас не возникло никакой мысли о том что кто-то пытается разжечь межнациональную рознь или унизить одного перед другими не забудьте подписаться на этот канал все-таки и да если высказываете свои мнения то высказывайтесь пожалуйста более-менее корректно и вежливо не только по отношению ко мне но и по отношению ко всем тем с кем вы общаетесь под этими видео на канале о удач вам ну всем удачи не болейте пока